Привет, друзья! В мире много что происходит, но у нас на Украине, конкретно в Киеве, сломался целый нацист. Поэтому вот я хотел бы вашему вниманию представить Крамолу, которую понаговорил Пан Вятрович, который изо всех сил топил и всячески освещал и героизировал СС-дивизию Галычина. Но, знаете, случилось что-то непоправимое, и нацист взял просто и сломался. Оцените. То есть раньше, по утверждению так называемого Института национальной памяти в народе национальной амнезии, это была героическая сначала страничка нашей украинской истории. А теперь уже наш бывший, получается, уже нацист Вятрович, он уже заявляет, что, оказывается, это была трагедия, трагическая страница, оказывается, истории человека, как будто подменили. Когда украинцев, чи то силой, чи то пропагандой, вымушивали вас за чужие для них интересы. Вот оно что оказывается. Оказывается, силой и пропагандой, знаете, загоняли просто воевать за нацистские интересы. Знаете, вот кого силой заставляли, просто брали, наверное, кнутом и просто загоняли, чтобы вот вступали в дивизию, там, так сказать, форму немецкую одевали, а других пропагандой, то есть, знаете, может кто-то поддался влиянию, и оказывается, вот уже, знаете, совсем другая история. Совсем уже не героическая, совсем уже какая-то черная, вернее, знаете, темная, как душа нациста. У меня складывается впечатление, что конкретно деньги от Путина зашли в карманы Вятровича, потому что Порошенко, скорее всего, уже недоплачивает, уже у него нет возможности в таких масштабах мародерить и устраивать коррупцию, и, скорее всего, все-таки это деньги Путина, потому что такое нацисту Вятровичу произносить, ну, просто, знаете, какая-то кромола. А тут прямо рассказывают, что вот, оказывается, то не на украинские интересы воевали-то это СС-дивизия Галачина, а на фашистские. Вот оно что. И вот я только не могу понять, а что же он так лоббировал, чтобы вот этим вот пенсионерам на СС-дивизии Галачина начали выплачивать пенсии? Что же он на каждом углу тогда кричал, что это все героичные наши герои, которых мы должны чтить наравне с теми ветеранами, которые воевали в Красной Армии? Вот это, знаете, вопрос риторический. Наверное, все-таки деньги Путина порешали. То есть, а сама символика, это лев, это галецкий лев для вас? Это, если говорить о символике того, о чем говорили, в частности, это на самом деле символика набагато древнейшая, чем СС, Вафен СС и так далее. Это символика 14-го столетия. Вот оно что, оказывается, почему нельзя запрещать СС-дивизии символику Галачины вот этой. Потому что она, оказывается, не нацистская, она с 14-го столетия. Вот главная причина, почему нельзя запрещать эту символику. А то, что, знаете, то, что фашистская свастика, она вообще как бы тоже, как бы, если вот брать историю, она же тоже не в 20-м веке появилась, а ей же там тысяча две лет, как минимум. И вот, оказывается, получается, а что с ней делать? Ну, давайте, я думаю, Вятрович дальше об этом точно расскажет. Вот, и намагаться ей заборонять через ее причетность до символики СС абсолютно безвузно. Конечно же, нельзя просто брать вот эти старые символы, знаете, которые использовали СС, и запрещать. Потому что, ну, это же какая-то глупость получается. И зачем с Вятровичем спорить? Давайте просто дальше послушаем, он там просто сам с собой начинает спорить. Так, это был способ нацистов привернуть местное население, задурить их, показать, что они, как бы, воюют за национальные интересы. Но это абсолютно не говорит про то, что символика, которой есть галицкий лев 14-го столетия, мает быть заборонена через то, что, как бы, она есть нацистская символика. Нацистской символикой есть, не знаю, там, руны СС и так далее. То есть, нацистской символикой есть заборонена, в принципе, в Украине законодательство свастика. Как говорится, сломался не только нацист, а сломался и еще историк. Потому что всем прекрасно известно, что свастика это один из древнейших символов. И это вот объективно. И если пан Вятрович говорит о том, что подождите, друзья, у нас же, как бы, 14-й век, галицкий лев, вот, ИСС-дивизия, вот, его нельзя запрещать, потому что он древний, он 14-го века. А так подождите, свастика еще даже до Рождества Христова была, есть и будет. И что? И получается, знаете, один человек сам себе противоречит. Я так понимаю, просто реально деньги Путина так на глаза повлияли и на мозг сразу, что просто невозможно вот взять и сложить какую-то целостную логику. И смотришь на этого персонажа и понимаешь, что-то тут не так, что-то действительно произошло, и что-то в голове сильно поменялось у этого человека. Я так понимаю, не только в голове, а еще, скорее всего, и в кошельке. Но несмотря на эти диссонансы и противоречия в голове у Вятровича, я не стал делать поспешных выводов. Я еще поискал видео, там, где он дает какие-то интервью, рассказывает про то, какой он умный. И я все-таки думаю, да еще раз проверю, может, все-таки где-то есть проблеск света, так сказать. А оказалось, что нет. Не могу ставить большие куски у себя в блогах, но тут речь идет о том, что конкретно Западная Украина массово поддержала тогда, получается, гитлеровские войска. И здесь вот Вятрович рассказывает, что понимаете, просто они тогда попали в такую интересную ситуацию, когда они вынуждены были искать кого-то другого. Вот если вот один диктатор ушел, а второй, значит, приходит, и, значит, какая-то часть населения поддержала, условно, второго диктатора. И вот это, конечно же, вот по словам самого Вятровича, кому интересно, может найти в интернете эту программу, это жутко неправильно и плохо, потому что это комплекс неполноценностей, там, исторические все эти моменты и так далее. Не правда ли мило, когда вот мы, если вот посмотрим на нашу современную Украину, ну, здесь, на самом деле, можно провести прекрасно эти же параллели. Если брать логику самого Вятровича, ведь когда Советский Союз распался, у нас появилась независимая страна. И по логике, получается, самого же Вятровича, независимость Украины, это путь от одного союза советского в Европейский Союз. По их логике, это и есть независимость, это и есть, знаете, единность, честь, воля и так далее. Вот это их логика, потому что именно Вятрович голосовал за конкретное внесение изменений в Конституцию касательно того, чтобы мы шли по Конституции в ЕС и НАТО. То есть, получается, мы сейчас по Конституции вынуждены следовать в ЕС и НАТО. И это говорит о том, что, опять же, мы просто выбрали хозяина. И Вятрович в этом вопросе сыграл далеко не последнюю роль. И он просто, знаете, вот сейчас критикует тех вот представителей, которые влились в СС-дивизию Голочина. Но по факту он сейчас выступает как раз за это. Ведь если вот брать современные реалии, мы просто, по сути, выбираем себе хозяина, если пользоваться логикой Вятровича. И здесь вот очень интересная вот такая деталь, что вот тогда Советский Союз без единого выстрела отдал нам, по сути, гигантскую территорию, экономику, ядерное оружие и так далее. И мы идем в Евросоюз. Там, где условия будут гораздо хуже, чем в Советском Союзе. Ведь, понимаете, Германия и Франция всегда будет жить лучше, чем там Румыния или Болгария. И это объективный факт. Если перейти к другой теме, конечно же, хочется напомнить касательно нашей инициативы по поводу участия представителей от общества, от общественных организаций в составе трехсторонней контактной группы в Минске. Потому что мы с коллегами вышли с такой инициативой и хотели бы услышать обратную связь. Мы направили уже конкретно официальные письма в ОБСЕ, во Францию, Макрону, Меркель, Путину и Зеленскому касательно того, что вот у нас есть группа рукопожатных нормальных представителей общества по участию в Минской группе. Но вот почему-то реакции до сих пор нет. Наоборот, идут реакции совершенно противоположного формата. Потому что вот мы в публичном поле, от наших представителей Министерства иностранных дел слышим вообще ультиматум России, Германии и Франции касательно того, что Украина вообще может выйти из Минских соглашений. То есть, знаете, международные обязательства, то, что там подписывали разные президенты и представители президентов. То есть, от этих документов фактически идут сигналы постоянно, что Украина возьмет, да и откажется. И это вот тогда, когда фактически главным обещанием Зеленского, когда он пришел к власти, был мир на Донбассе. И мы сейчас слышим те сигналы, которые с миром явно несовместимы. И это не какая-то шутка, это фактическая реальность. Если проанализировать, то конкретно мир на Украине нужен и Франции, и Германии, и Российской Федерации. И только вот Украине, с учетом того, что у нас есть любые друзья за океаном, вот только Украине по факту мир, я так понимаю, что не нужен. Потому что если бы была другая ситуация, были бы шаги навстречу, была бы какая-то динамика позитивная в этом отношении. Но мы видим абсолютно по-другому ситуацию. Потому что, например, Германия и Франция понимают, что если, не дай бог, на Украине начнется война, это война у границ Европейского Союза. Это неинтересно, это не надо, это мешает экономике. Если мы берем конкретно Российскую Федерацию, я, честно, не нахожу ни одного какого-то логического аргумента для того, чтобы здесь началась какая-то серьезная война. Потому что любая война, это экономические затраты, ресурсы и так далее. И вот конкретно здесь, я так понимаю, все ждут выборов в Америке. Потому что если Трамп победит, это будет одна история. Если победят демократы, то вероятность войны будет тоже значительно выше. И скорее всего, вот такая ситуация, когда Зеленский ничего не делает в отношении, чтобы мир на Донбассе поскорее настал. Это просто выжидание конкретных результатов выборов в Соединенных Штатах Америки. Потому что тогда, я так понимаю, с метрополией поступят какие-то указания, команды, что делать. Либо мир, либо в каком-то таком подвешенном состоянии и дальше. Вообще, как по мне, вот такая позиция, которая часто звучит от наших представителей Министерств иностранных дел, она как для меня дикая. Потому что когда Украина шантажирует условно Францию или Германию, или другие страны, чтобы вот мы выйдем оттуда, то есть Украина, которая экономически просто пигмеем выглядит на фоне этих экономик, мне, честно говоря, вот просто непонятно. Потому что если брать государственную позицию и позицию интереса народа Украины, конечно же, ничего общего со здравым смыслом такая позиция по выходу из Минских соглашений она не имеет. Потому что в Минских соглашениях там четко прописан возврат территории Донбасса в Украину. И это конкретный план, это конкретно легитимный, устаканенный международный документ. Но почему-то мы не видим как-то вот адекватной реакции в отношении этого процесса. Ну и напоследок интересное наблюдение. Я вот мониторил украинские такие, знаете, патриотические телеканалы. И почему-то, ну нету там информации про то, что универсальный десантный корабль в Америке просто выгорел практически в хлам, потому что он горел там 2 или 3 дня. И вот недавно только его удалось потушить. И конкретно водоизмещение даже этого корабля под 40 тысяч тонн. То есть это по сути вертолетоносец, десантоносец этот корабль условно универсальный и очень большой. И здесь получается интересно, что он выгорел практически на пирсе. И вот даже на эту вот, казалось бы, важную новость, потому что такой корабль стоит как минимум 1 миллиард долларов. А если вот усчитывать последствия, то есть там самолеты и так далее, которые там внутри находились, и там десантные эти катера, здесь вот гораздо большая сумма денег ущерба. И мы почему-то не видим никаких вот освещений всего этого события. Хотя на самом деле есть что освещать. Даже вот сами американцы уже прямо фотографируются на фоне горящего своего УДК. По интернету уже даже гуляют мемы примерно вот такого содержания. Как по мне, очень забавно. Если вот даже брать ситуацию в Украине и вот этот мем, можно провести много интересных параллелей. Потеря такого большого и серьезного корабля для военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, это явно серьезный удар. Особенно после того, когда не сработали системы пожаротушения, и фактически корабль полностью выгорел. И это говорит о том, что, скорее всего, вот эта мощь флота Соединенных Штатов Америки, она сильно, как по мне, преувеличена. С учетом того, что один из мощнейших боевых кораблей просто сгорел на пирсе. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok